Всем привет! Вы смотрите программу «Разговор со вкусом» И сегодня у нас в гостях легендарный стилист и популярный телеведущий Влад Лисовец Привет, Влад! Привет! Легендарный! Я так понимаю, что хозяйкой на кухне сегодня буду не я? Нет. Я, видишь, уже стою у плиты и уже готов приступить Что будем готовить? Ты знаешь, это самое простое, мне кажется, блюдо, которое вообще есть на сегодняшний день И которое можно готовить как и на Кавказе, так и в России, в общем, в любой точке мира Будет чуть-чуть отличаться оно от бакинского, потому что это то, что в своем детстве Моя мама мне готовила три раза в неделю, это точно Мы это называли соус Когда я сюда приехал, стал это говорить, мне говорят, соус добавляется к салату Соус не бывает блюдом Ну, в общем, мы назовем его с тобой соус овощной Ну, рагу, чтобы все понимали, зрители, что мы сейчас будем с тобой делать Все, поехали Я чищу картофель А я буду, начну с баклажан Так, выбирай нож То есть вот это блюдо, соус, это твое блюдо из детства Да, смотри, я даже могу объяснить, почему Вик, жили мы не очень хорошо Ну, как обычно, знаешь, все советские семьи не особо зажиточные И, соответственно, в Баку очень много овощей И они вкусные, правда Я очень скучаю И на самом деле, вот когда в моем детстве москвичи говорили, что Ой, у вас такие вкусные овощи Ну, что, почему, они везде одинаковые Нет, здесь они, правда, какие-то лишенные вкуса Мы с мамой вечером ходили на рынок Воскройте секрет Ждали вечерний базар Нам все отдавали в три раза дешевле, чем Умно Ты покупаешь переспелые овощи Бросаешь их все в кастрюлю И у тебя получается очень вкусный, насыщенный Соус Да, ты еще видишь, я не приготовил болгарский перец Я, кстати, его не ем Паприку тоже не люблю Кстати, ты найдешь мне кастрюльку с солью Кастрюльку с солью и с водой? Объясни, да, объясню почему Потому что это привычка тоже из детства Потому что баклажаны имеют горечь А, нужно горечь выпустить И нужно хотя бы на 10 минут их положить в соленую воду Для того, чтобы... У меня прям слюна уже пошла, я уже есть захотел Соль у нас Для того, чтобы... Вот она есть Для того, чтобы они выпустили эту горечь Вода становится такая чуть желтая Я всегда это делаю Потому что, честно говоря, у баклажана есть такой горьковатый привкус Он мне очень приятный Ты вообще любишь готовить? Ты знаешь, я люблю ходить где-то и есть А дома? Мне жалко время на еду, правда, тратить Знаешь, когда готовить хорошо и весело и интересно Когда тебе больше заняться ничем Когда тебе нужно посетить две выставки Когда тебе нужно сходить на чей-то показ Посмотреть на красивую одежду Посмотреть на красивых людей Когда у тебя весь день расписан Тратить время на завтрак, да Азербайджанская кухня относится к числу чрезвычайно вкусных Она отличается обилием разнообразных мясных, рыбных и овощных блюд Обязательно дополняем их ароматной зеленью Обязательно Зелень это вообще, ты знаешь, удивительно Я когда приехал, у меня очень многие друзья, москвичи Я их приучал к зелени Они категорически отказываются есть Ну я понимаю, когда с детства это не пробуешь Но вообще это так странно Потому что зелень же придает такой вкус всему Полезно как Да, а еще знаешь, еще обязательно надо положить какую-то приправу Чтобы картошка стала желтой Рис тоже обязательно желтый То есть у всей еды должен быть вкусный цвет Так, с этой техникой надо как-то подружиться Скажи, сколько картофеля нам нужно? Нам нужно, ну я думаю, что 4 У нас небольшая сковородка Давай мы сделаем 4, ну 4 штуки А то получится очень много Так, кабачки тоже уже готовы Я бросаю сюда баклажаны Так, скажи мне А ты сходила на рынок за курочкой? Конечно сходила Кухня Мария Это крупнейший производитель кухонь в России Уже 17 лет на рынке Трижды обладатель звания Марка номер один в России Свою коллекцию кухонь компания Ежегодно обновляет в соответствии С основными тенденциями мебельной моды Также следует особо отметить Что все кухни Мария Производятся исключительно на заказ Из материалов ведущих европейских производителей Компания предоставляет полный комплекс услуг От замера помещения до установки и подключения С гарантией 10 лет Еще один момент, который отличает очень кавказскую кухню И мне этот момент очень нравится Овощи должны быть крупно нарезаны Объясню даже почему Потому что если их резать мелко То от пара и варенья Они просто развалятся Значит мы будем тушить это все, правильно? Да Давай теперь берись за... Знаешь за что? Берись за... Так, ну что тебе хочется? Помидоры нарезать? Помидоры можно, да, нарезать Тоже крупно нарезать? Ну, нарежь вот как хочешь Один На самом деле Так, дальше что мы делаем? Нам нужно... Нам нужно морковь почистить И морковь положить тоже в этот Сегодня у нас все с излишком И помидоров тоже Ну, я, наверное, половину, да? Ну, ты не все, да Ты не все, давай, я тебе скажу, когда стоп Вот так вот? Ну, давай чуть-чуть Я люблю, когда много помидоров Прям этот соус получается шикарный Но, ты знаешь, есть вероятность, что они могут перебить вкусы И будет очень много, будет ощущение томатной пасты А нам это не нужно Знаешь, я очень давно хотела Баку посетить Вот что ты посоветуешь увидеть вот прям в первую очередь? Там можно просто гулять и наслаждаться вот тем теплом, которое исходит от земли Это первое Второе Обязательно, конечно, сходить в старый город, которому очень-очень много лет Это шестой-седьмой век, если я не ошибаюсь И там невероятная атмосфера Вот эти маленькие улочки, помнишь ты из фильма «Бриллиантовая рука»? Да, конечно Вот все эти улочки, они там есть, и они там существуют И много лет они несут в себе невероятную историю И поэтому это то, что обязательно нужно увидеть Значит, обязательно попить чай Обязательно съесть свадебный, в России его называют свадебный плов Это плов с каштанами Я бы с тобой с ним его приготовил, но готовится он часа 4 или 5 Это заранее, его начинают к вечеру готовить, чтобы на следующий день для гостей, тех, кто придет на свадьбу, он был готов Это невероятно вкусно Каштаны, курага, изюм Селененький текут уже Ты не понимаешь, как это Это вообще азербайджанская кухня, как бы там ни было, кто бы что ни говорил Она очень сильно отличается от всех Ну, в общем, надо попробовать обязательно кухню Она очень яркая, очень такая насыщенная Крышка тебе, наверное, нужна или нет? Мне сейчас нужно будет посыпать все это зеленью Да, давай я попробую посыпать Высыпай, я тебе могу даже вот так вот сделать Мы сейчас все это помешаем Вот у меня ощущение, что мы чего-то не добавили, а, наверное, соль и перец? Соль, перец, да Мы ненадолго прервемся и посмотрим, какие любимые места в Баку у наших звезд И как впечатлил их этот город Старый город, мне нравится очень Там есть такое ощущение, что ты теряешь время Там прикасаешься к какой-то истории Вот мне вот это место очень нравится здесь Там много красивых мест, там исторические, девичья башня, там вот и старые бани турецкие Как без старого города в Баку? Как там не погулять по этим улочкам? Если вы первый раз в городе, нужно обойтись какой-то такой банальной, абсолютно стандартной программой И первое, куда нужно отправиться, это старый город Посидеть в том самом месте, где споткнулся герой фильма «Бриллиантовая рука» Сделать, конечно же, там миллиардную фотографию Вот, и поесть местной вкусной еды, потому что без этого Баку не Баку Теперь смотри, нам нужно это все накрыть Крышечкой И стать это трогать, потому что у меня уже начали разваливаться и курица И, наверное, убавить, да? Да Скажи мне, а вот это что такое? А вот это у нас, кстати, кавказские травы Да, слушай, а почему ты мне не сказала сразу? Запамятовала Причем можно прям не жалеть, потому что, ну, все эти овощи, как правило, у них вкус Ну, вкус есть, а запах ты понимаешь Ну, картофель, они очень яркие, и только если у баклажан А вот приправа, она как раз таки даст вот этот вот самый аромат Вот овощей, что это овощное Можно не класть курицу И сделать просто для вегов Да, овощное рагу Ну, ой, как вкусно запахло Понюхай А потому что что? Потому что Потому что кавказские травы Да, потому что добавили приправы Это блюдо удивительное То есть ты можешь сделать, например, моя мама, как и я Она тоже добавляет много воды, потому что она любит супы А если люди не очень любят супы, то воды нужно добавлять совсем чуть-чуть И тогда это просто будут парные овощи Можно просто отделить воду Да, я-то воды, видишь, сколько налил Еще плюс дало сок И получилось, надо, кстати, накрыть Я думаю, что у нас все уже готово Да Потому что пахнет вкусно, прошло много времени Ложечки Так, ну, ложечки сейчас финальные А вот у нас это был Значит, ты любишь, когда больше жидкого или больше овощей? Вообще люблю жидкого больше Слушай, как мы похожи мы с тобой Я тоже сам Кармический брат с сестрой Да, да, да Я тоже люблю, чтобы обязательно Чтобы это было похоже на супчик Так, ну что? Это мне белая тарелочка Да, это тебе белая тарелочка Я тебе кладу не так много Ты все-таки Да, мне вот и достаточно Спасибо Я прям прочувствовал это Так, держи Теперь ты красиво посыпай это зеленью Старайся, когда сыпешь зелень Никогда не попадать на края тарелки А, надо было на середину Только на середину Чтобы вот тарелка оставалась чистой Потому что это выглядит аппетитно Хорошо Это, кстати, для любого блюда Ну что, пробуем? Пробуем Теперь то, что надо Вкусно Очень легко Обед-ужин Обед все Все, сегодня не едим Ну Спасибо тебе огромное Я буду пользоваться этим рецептом Потому что это действительно Вкусно Полезно И просто Да Спасибо, что привнес Солнечного баку В сегодняшний вечер Солнечного Пришел В рубашке Зажег чуть-чуть света Очень было приятно С тобой познакомиться Пожелай, что Чего-нибудь нашим зрителям Чтобы у вас всегда было вкусно Красиво Светло И любимо А мы встретимся В следующей программе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому